Беларусь и Индия переходят от простой торговой схемы экспорт-импорт к мультиформатному сотрудничеству. В преддверии визита в Нью-Дели открылся масштабный экономический форум, участие в котором приняли около 200 руководителей компаний двух стран. Большие задачи по завоеванию южноазиатского рынка перед собой ставит белорусская калийная компания, а также машиностроители Гомсельмаш, Массы, БелАЗ. Так, белорусский автомобильный завод готов отрезать сочный кусок от пирога размером в 700 миллионов долларов. Такова общая емкость этого рынка. Индия сейчас обновляет машинный парк, карьерные техники в пользу более мощных моделей, и БелАЗ намерен не просто торговать в регионе, а создать производство. Мы очень плотно работаем сейчас с одним из производителей в изи компании «Бэмл», которая производит карьерные самосвалы малой грузоподъемности до 100 тонн. Они заинтересованы именно сделать шаг в производство тяжелых карьерных самосвалов. В принципе, никаких технических преград для осуществления создания совместного предприятия нету, проведены все необходимые коммерческие и технические переговоры. Ну, осталось, как говорится, получить согласование государственных органов в Индии на создание такого совместного предприятия. Пока индийская компания готова купить 10 БелАЗов для себя и стать проводником в Африку, поставить 50 машин в Мозамбик. Принципиальная позиция Беларуси – предлагать не просто машины, а решения под ключ. Если тракторы, то с полным набором необходимого навесного оборудования, если комбайны, то модели с тонкой настройкой под конкретный регион. Мы готовы поставлять не просто отдельно комбайн, трактор и так далее, а поставлять технологии, систему, машин, которые будут давать максимальный эффект. Я провожу всегда цифры. Во времена Советского Союза в Беларуси работали в сельском хозяйственном производстве в 90-м году, миллион 68 тысяч человек. В прошлом году работали сегодня 330 тысяч человек. Это в 3,5 раза меньше. Но мы стали производить продукции, взять зерно, молоко или мясо в два раза больше. То есть эффективность выросла в 7 раз. Самый богатый урожай на форуме собрал министр здравоохранения. Сразу три соглашения о партнерстве с индийскими фармкорпорациями. В итоге дорогие препараты, скажем, от гепатита, онкологических заболеваний станут дешевле по некоторым позициям в несколько раз. Кроме того, наши производители и ученые получат доступ к индийским субстанциям и технологиям. Еще одна грань сотрудничества – образование. Индия нацелена максимально задействовать трудовые ресурсы для экономического развития. И на Беларусь, которая славится своим профессионально-техническим образованием, в стране смотрят с особым интересом. Минск предлагает создать в индийских провинциях сеть центров профтехподготовки.